доброе утро часто вам приходилось слышать такие угрозы я больше не буду ходить в церковь или я не буду больше ничем заниматься или мне все надоело тут все против меня и так далее я думаю что если вы служите так или иначе на какой-нибудь лидерской так сказать позиции в церкви то часто вам приходилось такое слушать люди недовольны людей проявляют свою гордыню и начинают угрожать на самом деле если задуматься то кому хуже от этого становится становится хуже этому самому человеку то есть окей я не буду ходить в церковь замечательно это твое решение ты имеешь на это право если бог уважает твое решение то кто я чтобы его таскать не не уважать но что произойдет впоследствии уйдя из церкви мы будем держать нас в себе обиду мы будем держать себе огорчение и это прекрасный козырь в руках у дьявола для того чтобы сказать ну вот видишь я же тебя предупреждал зачем ты вообще туда ходил зачем ты вообще всем этим занимался ты же понимаешь что люди неблагодарные что люди ничего не замечают люди тебе не дают реализоваться люди тебе не дают себя проявить они постоянно тебя задавливают вот там такой порядок там 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 рабство там там все ограничено там все плохо вот то ли дело ты сейчас вот на свободе тебя никто не ограничивает нет над тобой начальника и ты можешь делать все что ты захочешь впоследствии такие походы из церкви заканчиваются полным крахом причем крахом во всех сферах жизни потому что это и есть главная цель дьявола разрушить и вот когда он разрушит он спокойно скажет ну все теперь можно с этим человеком дальше уже и не работать потому что у него и так все плохо он никогда больше в церковь не вернется он никогда больше не будет примиряться с богом потому что он там уже был и его там попытались так сказать наставить ну это мы знаем что наставит дьявол гордила там пытались ограничить обрезать заставить какие-то там исполнять обязанности свои смиряться а теперь он на свободе и все хорошо и получается что вот эта вот грань между свободой в слове божьем или свободой во христе и рабством во грехе она стирается очень быстро и вот это вот ложная благодать когда типа ну если я буду делать все что хочу если буду здесь самореализовываться я буду ходить если не буду сам реализовываться я не буду ходить церковь я за самореализацию на саморедизацию в божьем плане в божьем плане самореализация бывает только теократическая то есть должен быть кто-то кто ведет стадо его пастуха я уже говорил да есть посох которым он нести что не просто там колючки раздвигает но уже тай поичку приступну чтобы она послушала, чтобы обратила внимание, что стадо вообще на самом деле в другую сторону идет. И это власть, и власть духовная. И этой власти нужно подчиняться, потому что любое противление власти есть в бунт. А бунт, он никогда не заканчивается в пользу бунтаря, он всегда заканчивается в пользу дьявола. И если вспомнить такую мирскую песню, знаменитой группой «Машина времени», там поется «Всех бунтарей ожидает тюрьма, кого ты хотел удивить». На самом деле бунтари никому не нужны. Бунтари не нужны ни дьяволу, ни Богу, вообще никому. Это люди, с которыми очень тяжело общаться, это люди, которые постоянно лелеют свою гордыню. И с такими людьми очень тяжело найти общий язык. Они всегда исполняют роль жертвы. То есть им всегда что-то не дали, им всегда что-то не показали, им всегда что-то не позволили и так далее, и тому подобное. Так вот, Писание говорит, я возвращаюсь к этому месту Писания, что Бог гордым противится. Смотрите, не ваш пастор противится гордым, не ваш лидер противится Богу. То есть если вы горделивый человек, то вы идете против Бога. Не против пастора, не против церкви, не против лидера служения, Не против какого-то наставника Нет, выпить против Бога А пить против Бога, который раздвигает море Который сдвигает горы Который выпрямляет холмы и равнины Ну, я бы не советовал Потому что все равно будете в проигрыше Поэтому помните, что Бог гордым противится А вот смиренным, то есть людям, у которых есть мир на сердце То есть если тебя поставили на какое-то место И у тебя есть начальствующий, наставник Который говорит что-то И тебе не всегда это нравится Тебя не всегда это удовлетворяет Но этот начальствующий там, для того, чтобы тебе сделать лучше То с этим нужно смириться Иметь с ним мир в сердце Не можешь, если чувствуешь, что ты не в состоянии организовать свое Смирись под власть духовную, которую над тобой поставили И еще раз, это демократический порядок, а не демократический порядок Поэтому, если эту власть поставили, нужно с ней смириться И тогда в твоей жизни будет благодать Потому что смиряясь под власть, ты практически смиряешься под крепкую руку Божию Потому что любая власть в церкви, да? В церкви, я говорю, она от Бога И вот я хочу, чтобы мы все-таки поразмышляли над этим стихом Что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать И тогда в нашей жизни начнут меняться вещи Если вы какие-то скорые решения принимали на эмоциях Потому что вам что-то не сказали, что-то не дали, что-то не позволили Или поставили вас на место Или обличили То покайтесь в этом Это гордыня А гордыня, как вы знаете, заканчивается очень плачевно Одного такого гордеца мы все знаем И он наш общий враг Не уподобляйтесь ему Лучше смиритесь под крепкую руку Божию Станьте под власть духовную Потому что духовная власть является покрытием вашим духовным И тогда в вашей жизни настанет совершенно другая полоса И будут совершенно другие плоды Благословения вам, Господи Пока